Я думаю, что европейскому суду, наверное, просто заняться нечем, поэтому они обратили столь пристальное внимание на то, что происходит сегодня в тюрьмах Российской Федерации и ближнего зарубежья. На самом деле, на сегодняшний день, это все-таки, наверное, головная боль должна быть наших законотворцев, нашей Государственной Думы и нашей избирательной комиссии. Если они действительно решат, что люди, которые сидят сегодня за определенные преступления, состав которых нарушение общественного порядка, экстремизм, убийство, может быть, у них и нет права, и не надо им давать такое право. А есть, конечно, статьи совершенно другого содержания, которые, наверное, экономические преступления небольшие и еще что-то. Наверное, такие люди все-таки имеют право по выходу из тюрьмы, как правило. И вот сейчас последняя амнистия, которая по ним именно объявлена по экономическим преступлениям, еще раз доказывать, что это люди, которые так или иначе нарушили, да, нарушили закон, но они возвращаются и становятся полноценными членами нашего общества. А значит, нельзя их лишать вот этого полноценности в те моменты, когда они сидят в местах заключения. Потом есть же еще поселенцы и все остальное. Я думаю, что Европейский суд прав только в одном, что обратил наше внимание вот на вот эту категорию людей. А наши законотворцы, наша Государственная Дума должна просто к этому либо прислушаться, либо ответить на это молчаливым несогласием.